МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Юлия Калашникова. Здравствуйте. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты выходят на качественно новый уровень двухсторонних отношений. После двух дней насыщенных переговоров в Абудабе, они проходят в рамках рабочего визита президента Беларуси в ОАЭ, эмиратская сторона говорит о прорыве в сотрудничестве. Его основой стала встреча главы белорусского государства с наследным принцем ОАЭ, которая прошла накануне. По ее итогам уже определены основные направления дальнейшего взаимодействия. Об этом шла речь и на сегодняшней встрече президента Беларуси с заместителем премьер-министра ОАЭ, министром внутренних дел страны, шейхом Сейфом Бензаидом Аль-Нахаяном. Мы вчера провели, как вы, наверное, информировали, очень содержательную встречу с наследным принцем, также с руководителем вашего государства. Мы о многом договорились, появились новые идеи, которые мы можем реализовать, и которые улучшат не только наши экономические отношения, но и отношения между людьми. Это касается групп специалистов, которые мы можем направить для работы в Объединенных Арабских Эмиратах. Сотрудничество Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов обещает стать не только взаимовыгодным, но и взаимодополняемым. Странам есть, что предложить друг другу. О том, как реализовать договоренности и увеличить ключевые показатели торговли, глава государства говорил чуть позже, на следующей встрече с шейхом Тахноном Бензаидом Аль-Нахаяном. Лейтмотив беседы – все тот же объединить усилия в сфере развития двусторонних отношений. Мне кажется, что тот объем торговли, который определен нашим комитетом белорусско-эмиратским в 500 миллионов долларов, мы должны обязательно достичь для того, чтобы создать определенную торгово-экономическую площадку, фундамент для нашего дальнейшего сотрудничества. По приезду в Беларусь я отдам поручение белорусскому правительству немедленно сформировать группу товаров, в которых нуждаются Арабские Эмираты, для того, чтобы обязательно выйти в будущем году на эти объемы. Господин президент, спасибо, что вам удалось принять приглашение и посетить Объединенные Арабские Эмираты. Я считаю, что в наших отношениях произошел прорыв. У шейха Мухаммеда остались очень хорошие впечатления от этой встречи. Он очень доволен ее результатом. И прямо вчера мы работали, обсуждали ее итоги. Между Беларусью и Арабскими Эмиратами нет никаких расхождений и в международной повестке дня. Это также отмечалось в ходе сегодняшних встреч, которые прошли в атмосфере не только деловой, но и дружеской. На аэродроме в Бобруйске в будущем году разместят 12 боевых российских самолетов Су-27 и два учебных самолета Су-27. Об этом сегодня сообщил журналистом министр обороны России Сергей Шойгу. На совместной коллегии оборонных ведомств Беларуси и России в Минске обсудили военную безопасность союзного государства. Сейчас генеральные штабы стран готовятся к проведению совместного оперативного учения вооруженных сил «Щит Союза-2015». Оно станет главным мероприятием по совместной подготовке органов военного управления и войск в следующем году. В планах на 2015 год, которые мы рассмотрели, основным мероприятием оперативной и боевой подготовки, безусловно, будет совместное учение «Щит Союза-2015», который пройдет на полигонах Российской Федерации и Республики Беларусь. Здесь по предложению Сергея Кожихедыча мы внесли некоторые изменения и расширили учебные вопросы, которые будут отработаны как в ходе проведения самого учения, так и перед ним. Мы, конечно, посмотрели расширенную программу по учениям в 2015 году. Она, расширение связано с изменяющейся обстановкой и у наших границ, и в мире в целом. Мы хотели бы отработать ряд практических действий и мероприятий в случае возникновения новых угроз для содружества. Налоговый маневр не повлияет на эффективность нефтяной отрасли Беларуси. Такую уверенность выразило руководство концерна «Белнефтехим». Там сегодня подвели итоги работы за нынешний год. В заседании, помимо совета директоров, принял участие и премьер-министр страны. Михаилу Мясниковичу доложили о показателях, которых достигло предприятие. Так, объем выпуска продукции вырос на 10%, увеличилась добыча нефти, а также нормы ее переработки. Мы рассчитываем на то, что налоговый маневр не повлияет на нашу работу в Российской Федерации. Наш добывающий проект Российской Федерации демонстрирует устойчивый рост добычи. Кроме того, нам удалось сделать серьезные шаги в проектах в Эквадоре. У нас выросла добыча нефти в Венесуэле по сравнению с уровнем прошлого года. И наше предприятие является по рейтинговым оценкам одним из лучших совместных предприятий в области добычи Боливрианской Республики Венесуэла. Процентные ставки по кредитам до конца года сохранятся на прежнем уровне, но в следующем начнут снижаться. Об этом сегодня заявила глава Нацбанка Надежда Ермакова. Уровень инфляции пока не позволяет банкам создать более привлекательные условия, но прогнозы вполне оптимистичны. Уже к концу года инфляцию намерены снизить до 18%, при том, что в сентябре она составила 20%, а в 2015-м этот показатель рассчитывают уменьшить еще больше. Предполагается, что инфляция составит 11-12%, то есть это по сравнению с 2014-м годом такое большое снижение. Но во всяком случае это просчитывается, что мы это сможем сделать. Что будет рост производства, что снизятся процентные ставки по кредитам, что золотовалютные резервы останутся на уровне 2014 года. Доллар до конца года может незначительно подрасти. По прогнозам, курс составит около 10 800 рублей. Глава Нацбанка также сообщила, что в Беларуси подготовлен проект документа о системе жилищных стройсбережений. Она предполагает участие граждан в накоплении средств на строительство жилья. Деньги все это время будут храниться в банке в белорусских рублях по ставке 20% годовых. К слову, подобная система уже работает во многих странах мира. В Минске Тимутром окутал густой смог. Явный запах гари и дыма присутствовал в разных районах города. На востоке, в Уруче, Шабанах, Сухаревой, Малиновке. Смог, по словам экологов, возник из-за полного отсутствия ветра за последние сутки. И в воздухе застаивается дым от печей в частном секторе. На высоте 500 метров температура атмосферы 11 градусов. На здесь, где мы стоим, 0 плюс 1. Естественно, если в обычных условиях, все те вредные вещества, которые выбрасываются автотранспортом, которые выбрасываются предприятиями, они поднимаются вверх, «Харайщик», так называется, рассеивается и не заставляет нам никаких хлопот. Сегодня это не происходит. Сегодня это все скапливается на уровне практически полтора метра, то есть на уровне человека. По прогнозу, где-то еще два дня примерно такая ситуация сохранится. Ситуацию усугубляют и горящие торфяники. Несколько очагов возгорания спасатели сегодня тушили в Минской области. По словам специалистов, обстановка изменится лишь в том случае, если пойдет дождь, который обещают в пятницу, или сравняется температура воздушных потоков. А пока горожанам лучше реже выходить на улицу и проводить в доме влажную уборку. К слову, густая пелена окутала не только столицу. Ранее с этой проблемой столкнулись жители Рудинска, Витебска, Молодечно и Солигорска. Ночная погоня, крутые виражи и стрельба. История, которая могла бы лечь в основу голливудского боевика, развернулась на дорогах Брецкой области. Там сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя. Правда, остановить его удалось, лишь открыв огонь по колесам машины. Чудом истории не закончилась трагедией. Как все произошло, выясняла Юлия Бешанова. На этом тихом, малооживленном участке дороги развернулся сюжет в стиле американского боевика. Погоня, стрельба, задержание. Водитель, который уходил от преследования ГАИ, на своем пути снес несколько знаков и повредил дорожное ограждение. Эта нетрезвая поездка, которая лишь чудом закончилась хэппи-эндом, началась в небольшой деревне в нескольких километрах от оживленной трассы. С просьбой повысить градус 31-летний мужчина обратился к местным жителям. А после решил продолжить банкет лихой ездой на собственном автомобиле. Местные говорят в том, что мужчина был не трезв, ни грамма не сомневались. Прямо возле машины горе-гонщик упал. Не державшуюся на ногах водителя не ехать уговаривали, что называется, все деревни. Удерживали его шофера, не давали ему ехать. Потом уже в конце деревни там бригадирь наш, там еще один. Втроем держали ее, тоже не удержали. Уже дома я был, слышал, что это сирена и погоня. О том, что садится за руль в таком состоянии нельзя, мужчину и слушать не хотел. В тот момент, говорят очевидцы, он вообще уже вряд ли адекватно оценивал происходящее. Потом поехал по всей дороге. И мы это как бы увидели. По встречке ехал. И мы это все видели и как бы решили вызвать милицию. Он там хотел развернуться, получается, ну там об кусты врезался, у него отлетело зеркало. Бампер передний, зеркало и фара. И вот, как бы он уже увидел то, что милиция выехала ему навстречу, и он поехал дальше. И милиция развернулась и поехала за ним. Неоднократные требования сотрудников ГАИ об остановке водитель игнорировал. После длительной погони перед въездом в город инспекторы приняли решение использовать табельное оружие. В момент преследования нашего преступника, можно так смело сказать, он сметал на своем пути абсолютно все. И дорожные знаки, и отбойники, то есть все, что могло быть. Это слава богу, что там не было никого из людей. Все-таки приняли решение, было сначала сделано три предупредительных выстрела, после чего начали уже стрелять по колесам транспортного средства. После принудительной остановки покинуть транспортное средство мужчина категорически отказался. Он заблокировал все двери. Извлекать из машины горе водителя пришлось с помощью спецсредств. Позже медицинская освидетельственная лишь подтвердила догадки очевидцев. В крови нарушителя обнаружено 2,7 промилля алкоголя. За столь безответственное поведение составлено 6 административных материалов. Водителю под градусом грозит лишение прав на 3 года, большой денежный штраф и восстановление поврежденных объектов за собственный счет. Юлия Бешанна, Сяслав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область. Аллею космонавтов заложили сегодня три белорусских покорителя космоса. Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий. Что символично, первые саженцы пустят корни рядом с самолетом, на аналоге которого тренировался Гагарин. Он находится в аэроклубе Десааф в поселке Боровая. Наши космонавты достаточно редко бывают на родине, а увидеть сразу трех национальных героев вместе – событие уникальное. Сегодня они погуляли по местному музею авиатехники, пообщались со школьниками, пока еще мечтающими о полетах в космос, посоветовали верить в себя и свои мечты и присоединяться к покорителям космических просторов. Кстати, скоро дети из Беларуси смогут побывать на Байконуре. Желательно было бы провести конкурс, отобрать лучших детей и однажды свозить на Байконур на пилотируемый запуск. Я думаю, что это мы очистим. Я считаю, что сегодняшнее мероприятие, наверное, самая лучшая агитация, чтобы они были рядом с нами. Но есть другая беда, что вдруг все пожелают, а там места мало. Космос большой, а кораблей мало. Поэтому желательно, чтобы каждый занял свое место в жизни. Кто-то врачом, кто-то учителем, кто-то инженером, кто-то летчиком, а кто-то космонавтом. Я считаю, что встреча очень была хорошая. Очень заслуженные люди. Было интересно послушать про их приключения вообще и задать им вопросы. На данный момент уже многие из беларусов побывали в космосе. И я считаю, что быть космонавтом – это очень хорошая профессия. Космонавты осмотрели и даже опробовали музейную авиатехнику. На многих моделях самолетов они сами летали в свое время. Кстати, скоро экспозицию пополнит уникальный экземпляр – самолет-тренажер Ту-104. На нем учились многие советские космонавты. Сейчас он находится на подмосковном аэродроме Чкаловский. В ближайшие месяцы его доставят в Беларусь. Такое разное кино. Более 160 фильмов из 50 стран мира увидят зрители Минского международного кинофестиваля «Листопад» в этом году. Об этом сегодня сообщили организаторы конкурса. Зрителям покажут белорусские, российские, грузинские, эстонские картины. В программе также будут фильмы со всей Европы, Китая и даже Туниса. Откроет кинофестиваль лента эстонского режиссера под названием «Я не вернусь», в создании которого приняла участие и белорусская сторона. Вы воспринимаете как-то? Услуга у нас такое разное кино. Мы действительно хотим предложить разнообразие международного кино. Это фильмы, которые мы выбирали, голосуя сердцем. Картины, которые мы считаем очень важными для современного процесса. Выстраивать топ-10, топ-20 для нас невероятно сложно. Потому что все, что будет представлено на этом фестивале, это то, за что мы и голосуем. Особое место в год 90-летия белорусского кинематографа на 21 листопаде будет отведено нашим фильмом. Впервые на фестивале появился конкурс национального кино. За звание лучшего поборются 40 картин белорусских режиссеров. Изменится и формат конкурса, он станет более европейским. Это значит, что основной акцент сделан на презентацию самого кино и его участников. Напомним, что пройдет листопад в Минске с 7 по 14 ноября. Это все к этому часу. Далее спортивное обозрение Ильмира Хоровец. Следующий выпуск в 19.30. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии. 290-66-00 или 1-600-700. Всего доброго. Оставайтесь на СТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok